МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шалом, друзья! Мессианская община, возвращенная на Сион, и наша студия Оазис Медиа. Приветствуем вас! Шаббат шалом! И сейчас я хочу провести небольшой урок по недельной главе, которая называется Балак. Очень интересная глава, масса поучительных вещей. И не хотелось пропустить это местописание. Это все записано в числах, в 22 главе. И если вы следите за недельными главами, то предыдущей главы было время очень непростое в жизни Израиля. Там было и восстание Короха, и всякие-всякие напасти на Моисея, бунты за счет воды, нет воды, дай нам мясо того-сего. Короче говоря, там описываются такие страшные вещи. Но вот здесь ситуация, с которой мы можем также извлечь массу интересных пониманий для себя. И я только немножко напомню вам историю. Ситуация книги Балак, или точнее главы недельной Балак, она рассказывает об периоде, который уже был в конце хождения Израиля по пустыне. И численность народа примерно оставалась такой же самой. Старые, те вышедшие из Египта, они уже как бы умирали, а дети их взрослели, входили в силу. Из старого поколения было совсем мало людей, среди них Игушуа Бенун и Суснавин, Калев, разумеется, Моисей еще жив. И вот они, вы знаете, наверное, географию Ближнего Востока, вот они через пустыню Синай двигаются в сторону современной Иордании, там в южной части Иордании в те давние времена распределогался Моав, это племя, и я уверен, что вы помните происхождение Моава, и это были потомки Лота и его дочери, то есть продукт инцеста. И на самом деле сыны Израилевы были в некотором мере родней Моаву, но там, на Ближнем Востоке, в те времена почти все были родней, но иногда очень сильно восставали на свое родство и пытались противостоять. Короче говоря, это был определенный последний шаг Израиля пройти через земли Моава, приблизиться к обитованной земле и потом войти в Иерихон. И Господь Бог сказал Израилю, что ты с Моавом поступи как с родственником, не нарушай их покой, заплати им за то, что ты будешь пить воду, которую они тебе продадут, и покупай у них продукты питания, только не трогай их. И, по всей видимости, там послы пошли к Моаву, Моав сказал, нет, мы вам не верим, мы вообще вас опасаемся, боимся. Короче говоря, случилось, что называется, недоверие. И из-за этого произошла большая проблематичная ситуация, про нее мы поговорим через момент, но сейчас просто очень интересный урок мы можем даже из этой ситуации извлечь. Очень часто мы вдруг ни с того ни с сего начинаем не доверять или сомневаться в мотивациях того или другого человека, или он в нас начинает сомневаться, и как результат мы напрягаемся, замыкаемся, отделяемся, или он напрягается, замыкается, отделяется, и думает себе всякие думки, или мы думаем о нем всякие думки, и иногда ситуация настолько раскаляется, ни на чем. Как важно не поступить, как поступил Моав. найти просто то местописание в Библии, в Новом Завете, которое говорит, имей что-то на брата, пойди поговори с ним и закрой ситуацию. Очень чаще мы можем так решить ситуацию мирно и не доводить до проблем. Но там Моав довел до проблемы. Каким образом он довел до проблемы? Они стали думать, как мы можем справиться с сынами Израиля. Ведь им сам Бог содействует, там всякие чудеса, знамения, да и народа у них не так мало. 600 тысяч только вооруженных мужчин. То есть у Моава вдруг затаилась такая страх, злоба, они не знали, как поступить. И в древнем мире не все решалось с помощью физической силы. Некоторые вещи решались с помощью духовных манипуляций и операций. И тогда они решили спросить мадианитян. Почему их? Моисей провел в Мадиане 40 лет. Он там женился. И жители Мадиана, по всей видимости, очень неплохо знали Моисея, знали, чем он дышит. Короче говоря, пришли князья мадиамские и говорят, вам толком совет не дадим. Но во всей этой истории вам нужен противник, равный Моисею. И как Моисей и его ходатайство покрывает Израиль, должен быть некто, кто будет как бы на равных с Моисеем и вместо ходатайства и благословения принесет проклятие, проблему, чтобы Бог отвернулся от Израиля. И тогда будут проблемы. Короче говоря, их взоры обратились к пророку на иврите. Его зовут Беляам, на русском языке Валаам. И традиция рассказывает, что в языческом мире Беляам или Валаам, он был среди язычников или среди народов мира на уровне Моисея среди Израиля. То есть он был реальным пророком. Я не буду сегодня читать тексты. Вы сами можете все прочитать. С 22 главы чисел там все очень хорошо описано. Но мы читаем, что Балак, который был на то время царем Моава, или он объединял там те племена, или его выбрали временным представителем Моава для ведения разных переговоров. Нам сложно судить о тех далеких местах. Так говорит традиция, и не будем спорить с ней. Неважно. Короче, они пошли к Беляаму и говорят, слушай, приди и прокляни нам этот Израиль. Помоги нам изменить духовную атмосферу вокруг них, чтобы не благословение, а поражение пришло к ним. Беляам им говорит, я вопрошу Бога. И некоторые говорят, он был колдуном. Он не был колдуном. Там написано все время, то есть это показывает нам, что не только среди Израиля была чистая истина, были еще разные отдельные личности, которые на уровне тех древних Мафусаилов, или Ноев, или Мелхиседеков, которые могли взаимодействовать с Богом. И пускай у них была какая-то другая мера откровения, но они знали Бога. И Бог говорит Беляаму, не ходи с теми людьми. Но те люди предложили Беляаму деньги. И я вот сегодняшний разговор хотел посвятить трем вещам. Деньги, сатан и секс. Ну, такой очень распространенный комбинация, которая может быть плохой, может быть хорошей. На минутку отставлю Беляама в покое, но хочу сказать, что сами по себе деньги, секс, позиция – это все не отрицательные вещи. Если они используются в формате, который Священное Писание нам позволяет, когда же они начинают управлять или обладать нами, даже доброе искривляется. Как есть такое выражение, худые сообщества развращают добрые нравы. И вот там, Канере, по всей видимости, случилась как раз вот такая ситуация. Они предложили ему денег, он загорелся. Возможно, у него были планы, дом новый построить, или дворец новый построить, или еще чего построить. И он сказал, нет, он стал просто по Ближневосточному набивать цену. Короче говоря, в одном из стихов, если быть более точным, в числах 22 главе, мы видим, что в ходе их торгов это очень такой типус ближневосточный торг. И я живу на Ближнем Востоке, и я вижу, как мы здесь иногда торгуемся подобным образом. Валаам ответил вельможам Балака, даже если бы Балак сулил бы мне весь свой дворец, полный серебра и золота, все равно ни в коем деле, ни в малом, ни в великом не смог бы я приступить по велению Господних. По сути, здесь он вежливо им не отказывает, а вежливо намекает на свою цену. Полный дом серебра и злата недостаточно. Типа, дайте мне немножко больше, и тогда я соглашусь. И когда эти послы возвращаются к Балаку, Балак говорит, у нас нет выбора, давайте дадим ему больше. И они дают Беляму больше. И вот здесь такой вот краеугольный камень. Вы знаете, в еврите, в еврейском эпосе есть такое выражение «Пророк становится колдуном». Это вот то, что говорится здесь про Беляма. Человек, который знал Бога очень близко позволил себя соблазнить, купить. По сути, он продался и стал игрушкой зла, то есть, по сути, растворился в зле. Вы знаете, если бы я мог привести какую-то современную аналогию, и, возможно, некоторые скажут, «О, это не кошерная аналогия». В фильме «Властелин колец» один из магов, он был сначала на доброй стороне, но потом его что-то подкупило во зле, и он вошел в зло. Такие вещи случаются часто. И я не зря назвал три составляющие. Деньги, секс и власть. И не важно, что здесь в случае с Белямом это были деньги, но как бы вот эти три вещи, которые являются в мире в принципе движущими. Ну, серебро отвечает за все, так говорится в Писании. В бытие сказано, плодитесь и размножайтесь. Власть – это не в плане того абсолюта, который ужасает нас сегодня, когда мы видим некоторых личностей, которые стремлятся к абсолюту власти, а больше как правого сделать свой собственный сад. Его можно сравнить с обязанностью, которую Бог возлагает. Когда это все обличено в сбалансированные мотивации, все это только добро. Но как только это начинает обладать тобою, как только ты начинаешь быть просто ненормальным, чтобы завладеть или деньгами, или какой-то сексуальной вне Божьего стандарта связью или властью, чтобы утвердиться, укрепиться, то неизбежно придет наказание и возмездие. Мы видим конечный путь Беляма, человека, пророка, который стал колдуном и противостал против Бога или Божьего народа, неважно. В конечном итоге в книге Пинхас рассказывается, как его убили мечом. То есть он свои деньги не срасходовал, он просто погиб. И вот такой важный урок. Важно знать себе цену и друг другу наблюдать друг за другом, потому что бывают какие-то вещи, когда глаз замыливается, и человек может допустить проблематичность в своем хождении перед Богом. И тогда, о, вы духовные, написано в Новом Завете, вы духовные, напоминайте, отрезвляйте. Но делайте это умно, разумно, потому что, когда вы делаете слишком ревностно, то вы можете поранить человека и погубить, наоборот, а не спасти душу. Вот такой вот маленький урок, который я почерпнул с этой главы. Но есть еще один урок, и я продолжу. Этот урок продолжается дальше. Белям все-таки упорствует, и он хочет идти дальше. и он говорит, то есть, он там несколько раз вопрошает Бога, и как будто ему Бог говорит, ладно, иди только слушай меня. Но на самом деле это больше, наверное, эпос, который так описывает Священное Писание, по сути, есть такое выражение, и предал их Господь своим помыслам. То есть, он уже нацелился, он уже совратился, и Господь уже просто хотел показать на нем свою силу. Это не значит, что Бог прямо благоволил к тому, чтобы Белям шел этой дорогой, но он уже настроился. Нечто подобное мы читаем в другом рассказе, когда две книги по-разному описывают послание 12 соглядатаев. В одном месте сказано, и сказал Господь Моше, пошли от себя 12 соглядатаев, а в другом месте Моше посылает 12 соглядатаев. То есть, здесь как бы Бог все равно берет на себя ответственность за свой народ, но во второзаконии больше показывает, что там реально случилось. Люди надавили на Моше, и Моше согласился отпустить 12 соглядателев. Это не было его волей. Так и здесь, в книге чисел, в истории с Балаком, это не то, что Бог благословляет его пути, говорит, иди только слушай меня. Здесь уже как бы показывается, Балак пошел по скользкому пути, и его уже Руаха Кодеш перестал останавливать. Он уже перестал обличаться своей совестью. И вот мы читаем следующую историю. Он идет, берет свою ослицу, они едут, и вдруг ослица начинает сходить с дороги, не хочет идти туда-сюда, даже прижала Беляму ногу, он скачил, стал ее колотить. Это все в 22 главе рассказывается, и вдруг на каком-то этапе ослица ему говорит, «Ты чего меня бьешь? Я же всегда тебе служила». И в этот момент открываются глаза. Что-то сверхъестественное происходит с апостолом Павлом. Такое когда-то случилось, когда он вдруг с одной стороны ослеп, а с другой увидел. Глаза физические перестали видеть, а глаза духовные увидели свет, сходящий с неба, и Павел увидел Машеха Иешуа, славу над ним, и обратился к вере, обратился от неправильных путей. То есть, он не перестал быть иудеем, но он понял, что раскрытие всего еврейства оно в Иешуа. Так и здесь Бель-Ам вдруг видит не только физическими глазами, видит духовными глазами, и он видит ангела. И написано, стоит ангел с мечом, и ангел говорит Бель-Аму, я вот скажу, и ангел говорит, «Что ты делаешь? Я же пришел остановить тебя». Но в 22-м стихе здесь написано, ле, в 32-м стихе здесь написано, «Ангел Господень спросил его, так за что ты три раза била с лицей? Это я вышел навстречу тебе, чтобы остановить тебя, и мимо меня не пройти, чтобы ты не прошел мимо меня». Если мы читаем эти слова на иврите, так здесь сказано, то есть здесь написано, «Я вышел, ле, сатен». Даже русская речь слышит это слово, ле, сатен, сатан. Я, ангел Господень, вышел, чтобы стать сатаном. Или ле, сатен на иврите переводится как «противодействовать тебе, чтоб ты не шел по этому пути, потому что этот путь, он не путь Божий». Но очень интересно использование этого слова ле, сатен в комбинации «малах Адонай», ангел Господень, вдруг как бы делает дела сатана. И я уже говорил на эту тему неоднократно. Писания показывают нам интересную вещь. Сатан, по всей видимости, это образ собирательный. И есть разные сатаны, есть те, которых Бог посылает. То есть, это какие-то нехорошие, кого он посылает, чтобы испытывать своих детей, рабов. Мы как минимум два таких примера имеем в священных писаниях. Это Иов, там написано, что Бог говорит «иди, испытай моего раба». Второй случай, еще более ненормальный, когда Святой Дух после крещения в воде ведет Ешуа в пустыню, дабы он прошел испытание дьявола. Так написано, почитайте, если вы не доверяете мне. То есть, что можно сделать, когда Бог вводит человека в испытание от сатана? Ну, во-первых, молиться о милости, о терпении, о мудрости, чтобы скорее это закончилось, и чтобы Бог убрал это. Ничего другого ты не можешь делать, выгнать, прогнать, ты ничего не можешь, потому что Господь Бог тебя ввел в данную ситуацию. Есть какие-то другие виды сатанов, допустим, Ешуа говорит, человек согрешил, и в него вошел этот бес, и в таком случае, такой дух изгоняется постом, молитвой, покаянием, и мы понимаем, о чем это говорится, то есть, о другой род сатанов. Есть еще какой-то третий род сатанов, там, где они могут только по своей свободной воле как-то входить в человека, Иаков на эту тему говорит, таким противостаньте твердой верой и убежит от вас, но бывает и четвертый род сатана, вот мы видим, когда Господь не плохого ангела, а доброго ангела, своего ангела, ну, как бы, я даже не знаю, какое слово найти, Малаха Дунай, ангел Господень, не какой-то демонический дух, который тоже в определенной мере подчиняется указаниям Бога, когда, конечно, может проявлять свою какую-то волю, за это он будет потом осужден, написано про это в Исаии в 24 главе, что даже те духи, которые превысили то, что им Господь позволил сделать, сделали на свою свободную волю, они потом за это заплатят какой-то ценой, которую нам человеческим мозгом не понять, но здесь написано, что Бог может послать ангела, который Месатен, что нам в этом случае делать, когда в нашей жизни мы видим, как Божья рука противостоит нам, но быть не такими, как Белям, наверное, это очень сложно, но не быть такими, как Белям, и когда Господь раз за разом показывает нам, не ходи туда, снег на голову упадет, и совсем мертвый будешь, помните этот известный фильм, и когда Господь показывает нам, очень важно прислушаться, остановиться и вернуться назад, и, наверное, самая последняя часть этого урока, в конечном итоге Белям приходит к Балаку, деньги получает, хочет сделать работу хорошо, наверное, внутри у него кошмар, потому что он чувствует, что он приступил волю Божью, но опороченная или искривленная вот эта вот внутренняя уже совесть, она уже не так плачет, хотя он все равно человек чувствительный, и Балак возводит его на одну вершину, на другую вершину, говорит, прокляни мне народ, и он пытается, у него ничего не получается, и наоборот, в данном случае Бог уже берет в свою руку не только уста ослицы, уста этого человека, и Белям провозглашает благословение на Израиль, что это говорит нам? Тех, кого избрал Бог, вокруг них есть защита, есть ограда, ограда, через которую зло не может пройти, и даже когда зло пытается пройти, то оно не может, потому что Бог возвел эту ограду, и туда невозможно зайти, мы помним, когда Господь изгнал Адама и Хаву из Эдемского сада, поставил свою ограду, какую ограду? Херувима с вращающимся мечом, они не могли вернуться назад, потому что Херувим просто не допускал их, хотя на эту тему есть много разных толкований, но не об этом речь сейчас. В данном случае мы видим, что Бельям пытается проклясть, но Божья защита над Израилем срабатывает. Что интересно, что интересно, эти в кавычках проклятия, которые Бельям пытается высвободить против еврейского народа, после вошли в Сидур молитвенную книгу Израиля, в которой эти слова выполнены или оформлены в качестве провозглашений, которые благословляют Израиля. Это очень интересно, как зло потом обращается и служит во благо народу на долгие-долгие, не только поколения, тысячелетия. Но идея вот какая. Бельям все-таки хотел отработать свои деньги. И он тогда дает мерзящий совет Балаку, и он говорит, послушай, я тебе помогу, подскажу, как практически, видишь, духовно никак не получается, но практически мы свалим их, я подскажу тебе, как сделать. Он говорит, их надо искусить женской любовью. И он говорит, не посылаем просто продажных каких-то, понятно. Он говорит, уговори медиан, а женщины медиана в древнем мире считались такими смуглолицыми суперкрасавицами. И не просто медианок, а возьми дочерей самых известных князей, которые не только лицом и телом, но и головой вышли и могут соблазнить высокопоставленных израильтян. И это случилось. Только ревность по богу Пинхаса остановила поражение Израиля. Мы потом читаем об этом. Но суть этой главы вот какая. Или жены этих высокопоставленных мужей слишком легкомысленно относились к своим мужьям. А Писание говорит, что нерадивая жена разрушает дом, а умная жена созидает свой дом. Здесь не вся ответственность только на Бель-Аме, Балаке и Мадьянках, но и на женах тех высокопоставленных израильтян. И разумеется на тех израильтянах. И вы знаете, очень легко скидывать все обвинения без меня попутал. Бес путает, когда мы принимаем решение. То есть мы принимаем решение, мы разводим огонь. Бес или вся эта демоническая рать, они только могут подбрасывать дрова. Ответственность было на сынах Израиля, на высокопоставленных сынах Израиля. Конечно, это слово в первую очередь для лидеров, что нужно смотреть за собой, и для лидерских жен, что нужно смотреть за своими мужьями, лидерами. Но это на самом деле обращение ко всем нам, чтобы мы смотрели за собою, потому что когда человек слишком гордится, что очень крут, очень свят, очень силен, не ровен час можно свалиться. Именно в этом нам нужно полностью уповать на божественную благодать, милость, прощение, поддержку, обличение. И когда он посылает ангела, чтобы Лисатен не давать нам пойти в каком-то пути, чтобы мы прислушивались, чтобы не нарушали, не делали проблемы, чтобы поражение не навлечь ни на себя, ни на своих. Ну вот такая вот интересная глава, которая имеет очень много взаимоотношений с сегодняшним миром. Я желаю всем вам услышать, по крайней мере, может для вас что-то важное и уберечься от злых путей, чтобы искать праведность. И пусть имя Ишуа, искупление, которое он совершил для нас, работает, для каждого из вас. И в связи с всеми этими вспышками коронавируса и вообще наших жизненных обстоятельствах, я прошу, чтобы милость Божья благословила и хранила вас всех. Шаббат шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин